В данный момент мы сейчас ведем переговоры по поводу открытия регионального отделения. Есть определенная заинтересованная инициативная группа. Сейчас мы обсуждаем все нюансы этого процесса. А партия представляет в первую очередь национального производителя. Причем это как производитель промышленных товаров, так и сельхозпроизводитель. Больше на данный момент сейчас представлены производители сельхозоборудования. То есть сельхозмашиностроения это все крупнейшие производители сельхозмашиностроителей. Это Россельмаш, это знаменитый Кировец петербургский тракторный и Череповецкий литейно-механический. На данный момент партия присутствует в 58 регионах. И якутское региональное отделение в стадии пока обсуждения и согласования. Лидер партии Константин Анатольевич Бабкин, он же, собственно говоря, владелец Россельмаша. Это группа компаний, надо понимать. То есть туда входит не только Россельмаш, туда входит еще ряд других машиностроительных предприятий. И в частности завод еще Эмпелс, это лакокрасочный завод, то есть цинковые белила. Мы все-таки национальная компания и нам без вменяемой экономической политики стандартных государств, ой, как тяжело приходится. Потому что надо понимать, что условия конкуренции, а надо понимать, что машиностроение это жесточайшая конкуренция. Причем конкуренция не связанная с технологиями. Ну, для нас ключевой задачей является эта смена экономической политики и начало строения новой индустриализации. Потому что, как любая национальная компания, мы зависим, значит, и, собственно, люди входящие в нас, это тоже национальные производители. Мы очень зависим от государства и от его политики. Налоговая политика нас также не устраивает, но налоговая политика же заменяется законами, правильно? А для того, чтобы принимались законы, нужна какая-то политическая сила, которая будет там выдвигать те же инициативы. Проблема заключается в том, что существующие политические силы, ну, как бы, не очень в этом заинтересованы, как нам кажется. Таким образом, нужен элемент определенного оживления политической жизни, поскольку при всем уважении ко всем нашим политическим партнерам и оппонентам, ну, как бы, все-таки хотелось бы, чтобы о производстве вспоминали не от выборов к выборам, а в течение всего срока работы парламента. Потому что рабочие зарплату должны получать два раза в месяц, первого и пятнадцатого, что нам нужно, как минимум, чтобы у нас две трети населения были с средним классом. То есть, они должны быть, люди, как правило, состоятельные. Вопрос, что такое оппозиция. То есть, если мы в данном случае говорим об оппозиции, которая там просто кричит, а вот они там жулики и воры, а там в ответ, а вы агенты Госдепа, то, наверное, такая оппозиция не представляет серьезной опасности. Представляет серьезную опасность оппозиция, которая ставит конкретный вопрос. Вот, грубо говоря, очень тяжелая для нас в прошлом году сахалинская кампания, где ради того, чтобы снять партию дела, была создана новая практика судебная, верховного суда. Потрясающая, на самом деле, по своей незаконности, но тем не менее. Да, и даже циничности. То есть, ну, грубо говоря, силовым образом, учитывая, что все документы, все справки, отчеты, счета, недвижимость, то есть было все. То есть, несмотря ни до чего до, значит, придраться, решили вопрос предельно просто. Есть различные виды доказательств в суде, но основным доказательством в суде все-таки являются судейские показания. Значит, в двух наших местных отделениях силовики приезжали к каждому партийцу, значит, клали ему на стол заранее отпечатанные на компьютере заявления, в котором было написано, что местное отделение не собиралось и деликатно на конференцию не направляло. Соответственно, все материалы по вот этой выпиющей ситуации, мы подготовили специально доклад нашей юристы, значит, со всеми материалами выложили на сайте, но в новостях есть, это 112 страниц юридических документов. В результате, а делалось это все в результате доследственной проверки, то есть это документ, имеющий ценность, листика, извините, из вашего ежедневника. То есть даже человек не предупреждается о даче ложных показаний, уж там тем более. И это Верховный суд принял в качестве основного доказательства и снял список. Причина, почему такое противодействие? Вполне понятно, значит, у нас был очень сильный список. Представлены были действительно очень серьезные лидеры общественного мнения, причем люди просто с самостоятельной позицией. И при прохождении списка, в данном случае, в Сахалинскую областную думу, они бы, пользуясь своими депутатскими полновочиями, существенно, как минимум, если уж не дали принять это решение, то усложнили бы принятие решения по многим вещам, которые, прямо скажем, выходят даже уже не за грани закона, а за грани разумного. В частности, губернатором Сахалинской области, Кожемяка, при приходе на губернатор, была создана корпорация развития Сахалинской области, в которую просто было фактически перевезено половину бюджета. Мы бы задавали вопросы, а на что эти деньги потрачены? Это нормальный вопрос. Потому что у вас депутат все для того, чтобы представлять чьи-то интересы. И он существует, и ты уже задавал вопрос, а почему мы деньги потратили сюда, а не сюда? А вот я считаю, что мы сюда потратили. Хорошо. Но какие у вас планы на выборы в этом году в Якутии? Сейчас проводим консультации, будем по итогам консультации принимать решение по участию в выборах. То есть вы готовы, если у вас все это положительно закончится, участвовать в муниципальных выборах? Да, безусловно. В законодательных собраниях? Да, безусловно. Да, конечно. А зачем вам это надо? Для чего? Потому что мы хотим, чтобы наша партия превратилась в серьезную политическую силу, которая позволит менять экономическую политику. И в таком случае у вас на уровне политиков, да? На уровне региона и в 2021 году на уровне Государственной Думы. Потому что нужен инструмент менять. Потому что мы считаем, что деньги у нас тратятся неправильно. Не превращать политику в мордобой. Нужно противодействовать конкретным решениям. И вот, кстати, вот это является основной проблемой.